Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапа. Регион» в студии Ирина Меркурьева, партнер программы «Новости» – анапское производственное предприятие «Меркурий-2». И смотрите сегодня выпуски. Анапа – курорт, на который нужно равняться. Правила дорожного движения ужесточились. Кем стать приёмной комиссией ждут абитуриентов. В Краснодаре подвели итоги краевого конкурса названия самого благоустроенного города Кубани по итогам 2014 года. В категории городов с численностью от 100 тысяч человек и более третье место и диплом за самый красивый и благоустроенный город присуждены нашей Анапе. Конкурсная комиссия отметила, что опыт работы по благоустройству и должному санитарному содержанию нашего курорта заслуживает обобщения и внедрения на территории других муниципалитетов Кубани. И в продолжение темы. Многие отечественные туристы для отдыха выбирают черноморские курорты. Анапа – один из самых популярных курортов, и каждый год сюда приезжает всё больше людей. Чем привлекает Анапу, узнавала наша съёмочная группа. Сегодня многие туристы предпочитают отдыхать в Анапе. По словам отдыхающих, уровень сервиса не уступает европейским курортам. Тёплое море, горячий песок и синее небо – это ещё не всё. История города достаточно древняя. Хранит много тайн и легенд. Нам очень нравится в Анапе. Мы ездим сюда уже десятый год постоянно. Ещё и маленькие внуки, и большие уже всё время сюда. Ну вот очень нравится. Потому что это Анапа, потому что здесь солнце, потому что здесь улыбчивые люди, потому что здесь замечательные пляжи, песок очень хороший. Ну и ещё это наша Россия-матушка. Зачем нам Турция? Здесь вышел, везде пообщался, везде съездил. Всё своё родное. Поэтому в Турции мы тоже были, но здесь лучше. С каждым годом курорт преображается. И гости отмечают, как меняются улицы и парки, сколько сделано для благоустройства. Просто нравится, что здесь так тихо, спокойно, уютно. Мне кажется, Анапа очень изменилась по сравнению с тем, какой она, например, была 7 лет назад. Лучше встать. Да. Сюда уже постоянно приезжали. Ну, наверное, я не знаю, в течение трёх лет. И зимой, и весной, и летом. Удалось. Очень нравится. Причём нравится тем, что здесь и разные берега, и тут очень много интересных мест. Здесь очень хорошие развиты виноделия. Я люблю Анапу, потому что здесь золотые куски. Мне очень нравятся развлечения, которые здесь есть. Сибирь, север, Дальний Восток, Центральная Россия. Все едут в Анапу подзарядиться на весь следующий год солнечными лучами, получить свою долю климатотерапии. Многообразие экскурсий, развлечений и пляжного отдыха по душе каждому отдыхающему. Тот, кто приезжал хотя бы раз, чаще всего возвращается снова с друзьями, детьми и знакомыми. С 1 июля вступает в силу ряд изменений в правила дорожного движения, которые коснутся каждого водителя транспортных средств. С сегодняшнего дня страховые компании начнут продавать полисы ОСАГО в электронном виде. Ужесточится борьба с нетрезвыми водителями. Подробности в сюжете. Любители выпить и сесть за руль, в частности, те, кто уже привлекался по данному нарушению, теперь могут оказаться за решеткой. Наказание лишения свободы на срок до двух лет и штраф от 200 до 300 тысяч рублей. За управление транспортным средством в алкогольном опьянении повторно и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования также повторно наступает уголовная ответственность. Ужесточатся наказания за дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом, виновником которых стал нетрезвый водитель. Установлен нижний предел срока лишения свободы – не менее двух лет и до семи лет. С июля водители смогут практически все мелкие аварии оформлять без вызова на место инспекторов ГИБДД. Если же в данный момент выясняется, что у него там незначительный мех повреждения, установлен виновник данного ДТП, и они стоят, затрудняют проезд, ожидают сотрудника полиции, сотрудник полиции вправе привлечь их к ответственности. Штраф за это может составить тысячу рублей. Водители могут на месте оформить так называемый европротокол и отправиться в страховую компанию. Изменения коснулись и пешеходов. Пешеход, который находится за пределами населенного пункта, который населенный пункт определен определенными знаками, должен иметь светоотражающий шевроны, допустим, или жилеты. Но это касается только темного времени суток. Иначе штраф 500 рублей. А на поддетский курорт одно из нововведений касается владельцев пассажирских автобусов. Запрещается использовать автобусы для организованной перевозки детей, с года выпуска которых прошло 10 и более лет. То есть автобусы, на которых будут перевозиться дети в курортный период 2015 года, начиная с сегодняшнего дня, будут моложе 10 лет. Это мы будем контролировать. Ответственность за нарушение данного постановления предусматривает санкцию в размере 3000 рублей на водителя. Также автобус для перевозки детей должен быть с сегодняшнего дня оборудован ГЛОНАССом, системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС-ГПС. Соблюдение правил дорожного движения всегда нужно начинать прежде всего с себя. Будьте осторожны на дорогах. Где только не появляются незаконные объекты торговли. В курортный сезон растут как грибы после хорошего дождя. Иной раз владельцы ставят киоск чуть ли не на проезжую часть. На пересечении улиц Пушкина и Ленина киоск, предлагающий гостям курорта всевозможные экскурсии, владелец установил посреди тротуара и загородил участникам дорожного движения обзор. Сотрудники госавтоинспекции заинтересовались странным объектом. Ввиду того, что данный объект находился на тротуаре, в треугольнике видимости создавал угрозу безопасности дорожного движения. Размещение его на перекрестке таким образом недопустимо. И в связи с тем, что за данное нарушение существует административное наказание, в рамках административного производства данный объект был изъят и приобщен к материалу для дальнейшего разбирательства. Киоск опечатан и вывезен эвакуатором на спецстоянку. За самовольную установку объекта штраф грозит не только физическим, но и юридическим лицам. Сумма штрафа немалая – от 5 до 300 тысяч рублей. Безопасность на дорогах курорта должна соблюдаться всеми, без исключения. Адреса, где торгуют фальсифицированным спиртным, открываются с неизменным постоянством. На Гребенской 31 изъято почти полторы тысячи тонн суррогата. Невзирая на рейдовую бригаду администрации города, до прибытия полиции магазин продолжал торговать, как ни в чем не бывало. Для гостей города на выбор все те же чача, клюква, абрикосы и алыча на коньяке. Разве поверят они, что нет на наших винзаводах такой продукции? Изъятие фальсифицированного спиртного – единственная действенная мера для данного рода торговцев. Полторы тысячи литров – серьезный недобор товара. В пик курортного сезона под пристальным вниманием муниципального контроля не только объекты несанкционированной торговли, но и обращения граждан. Строительные площадки на улице Владимирской 148 и 150 не раз становились предметом для возмущения жителей микрорайона. Муниципальный контроль уже не раз помогал жильцам близлежащих к стройкам домов решать спорные вопросы с застройщиками. По очередной жалобе специалисты выехали незамедлительно. В третьем бы микрорайоне перекрыт тротуар между строительными площадками. Жители оказались отрезаны от части микрорайона. Чтобы подойти к своим домам, жильцы вынуждены обходить кварталы со стороны улиц Владимирской и Ленина. Другого прохода нет. После выезда специалиста муниципального контроля выяснилось, что собственник произвел ограждение своей строительной площадки в пределах границ, выделенных для строительства. В ходе беседы с жителями и с собственником земельного участка было принято решение сделать проход для людей в стороне от этой площадки, провести благоустройство этого прохода. На встречу с жильцами муниципальным контролем приехали представители застройщика, которые вошли в положение граждан. Ведь жителям, особенно пожилого возраста, очень проблематично обходить несколько кварталов, чтобы пройти к остановкам, магазинам, школам и детским садам. В ближайшее время в нескольких метрах от привычного для жителей прохода будет сделан новый. А пока новый тротуар не будет благоустроен, обращение граждан на контроль специалистов. В микрорайоне Южной состояло заседание Совета общественности. Общественники заботятся о благоустройстве города. Возле дома 191 по улице Ленина уберут старые заброшенные гаражи. На муниципальной территории возле дома 191 на улице Ленина жители незаконно установили гаражи. Специалисты управления муниципального контроля выявили незаконно размещенные объекты, подготовили пакет документов и направили на рассмотрение межведомственной комиссии. На боксы наклеили информационные объявления. Установленный срок до 30 июня. Собственники гаражи не убрали. Значит, некапитальные конструкции демонтируют силами администрации. На территории вот этой же самой площадки, Ленина 191, где будет строиться школа и детский сад, будут убраны завтра гаражи. Это уже результат очень огромный. Обсудили члены совета несанкционированную торговлю на курортных улицах и пляжах Анапы. Общественники принимали постоянное активное участие в борьбе с нелегальной торговлей. Они внесли свои предложения в городские правила благоустройства, прошедшие общественные слушания. И такие советы микрорайона дают новый импульс к решению самых животрепещущих задач его жителей. Курорт идет в ногу со временем и даже на шаг опережает его. Отправляя детей на отдых, родители, конечно, переживают. На помощь приходят современные технологии. Артем Курчак из Архангельской области каждый день рассказывает маме о своих успехах. Телефон – это хорошо, но видеосвязь еще лучше. В амфитеатре санатория ВИТО установлены камеры видеонаблюдения, которые в режиме онлайн транслируют видео на сайт санатория. Мама Артема видит и не переживает. Это хорошая вещь, потому что мама будет смотреть, как ты выглядишь, что с тобой случилось, что не случилось. Расстроен ты, не расстроен. Современная система онлайн-наблюдения работает в санатории уже более трех лет. В любой точке мира родители могут увидеть, чем занимаются их дети, погордиться и снять тревогу. Вечерние наши мероприятия проходят каждый день в 20.00, практически всегда на Большом амфитеатре, за небольшим исключением. И родители могут посмотреть, какие праздники у нас проходят, какие мероприятия, что действительно делают. И даже иногда увидеть своих детей. Потому что ребенок может позвонить и предупредить маму. Мама, я сегодня буду на сцене выступать. Можешь меня увидеть в реальном времени. Я считаю, что это очень красиво. Единственное, что пока нет звука. Весь руководящий и педагогический состав оснащен рациями для оперативной связи друг с другом. Маша Михайловой из 34-го города приехали родители. Будь добра, пригласи, пожалуйста, этих родителей уже. Это еще один вклад в пользу безопасного детского отдыха на нашем курорте. Прогресс движется семимильными шагами. И детский курорт Анапа вместе с ним. Совсем недавно во всех школах страны прошли выпускные. Самое время определиться с будущей профессией. Ведь приемные комиссии вузов уже распахнули двери для абитуриентов. Подать документы для поступления в учебные заведения можно до 25 июля. Но уже сейчас кабинеты приемных комиссий работают напряженно. Абитуриенты спешат подать документы, завести новых друзей, включиться в студенческую жизнь. Мечта многих. Популярностью пользуются направления подготовки экономика и юриспруденция. Специальности СПО больше права и организация социального обеспечения. И у нас есть бюджетные места. И, конечно, на бюджетные места тоже уже много заявлений. Абитуриентка Диана Кузьменко мечтает работать в управлении по делам семьи и детей. Поэтому выбрала подходящий вуз, специальность, принесла документы и теперь ждет вступительных экзаменов. Общение с людьми, непосредственно взаимодействие с обществом, помощь людям. Сегодня в нашем городе выбрать профессию не составляет труда. Пять вузов и четыре среднепрофессиональных учреждения открывают свои двери для всех желающих получить образование. У абитуриентов есть еще время выбрать профессию по душе. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. В четверг, 2 июля в Анапе ясны и без осадков. Температура воздуха днем – плюс 23-28 градусов, ночью – до 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 22 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы новости – анапское производственное предприятие «Меркурий-2», которое приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главное достоинство Кавказа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ